Посмотрите, посмотрите как расправляются с людьми, как их заставляют идти умирать. Вы скажете, что они кого-то защищают. Хорошо, вы не вникаете в ситуацию. Вы на слово не верите мне, другим честным, порядочным журналистам, блогерам, которые объясняют историю и цели, задачи этой войны. Но вы просто посмотрите, как отправляют на эту войну мобилизованных. Что им дают, какое обмундирование. Ржавые автоматы, дырявые автоматы, которые просто не готовы стрелять. Они ни разу не выстрелят. И объясняют тем, что вы танкисты, вам это не нужно. Но я вас уверяю, что такого рода вооружение дается и стрелкам в подразделениях. Для чего это? И почему именно такое обмундирование, такое питание, такое отношение, вооружение? А все потому, что цели и задачи не воевать. Цели и задачи уничтожить население. Конечно, прежде всего мужское. Потому что именно они способны противостоять этой власти. Да, не удивляйтесь. Даже там конченые отморозки, алкоголики, которые сегодня бьют себя в душу, кричат, ого, мы сейчас там. На самом деле они сподвигнуты более разумными их собратьями, которые разбираются, что к чему. Они могут составить вот эту вот боевую часть, которая начнет сносить все на своем пути, прежде всего в регионах. Поэтому их надо уничтожить. Останутся кто? Женщины. Ну, а с женщинами какой разговор? Вы же видели. К ним сегодня приходят. У них забирают детей в то время, когда их мужья находятся на войне. Их мучают коллекторы из-за кредит. Их выселяют из домов, из квартир. То есть мужья еще фактически живы, да? А над ними уже измываются. Измываются над детьми. Это идет тотальное уничтожение россиян. Конечно, всех они через эту мясорубку не пропустят. И я вам это уже объяснял. Но для этого есть и другие, собственно, возможности. Вы что думаете? Закончилась история вот с той болезнью? Подождите, еще будет другая. Будут концлагеря, которые сегодня расширяются, строятся. Территорию надо освобождать. И по причине А, чтобы она не мешала восседать на троне этому царю, этой мерзоте. И потому, что какая-то часть России уже отдана Китаю. Уже отдана Китаю. Отсюда у них такие, знаете, партнерские добрые отношения. Никого не слушайте, что Китай там, что-то за мир во всем мире. Да, конечно, он предлагает варианты. Но на каких условиях? На условиях, прежде всего, выгодные для России. И не для ее народа, а для Путина и его банды. С целью сохранения их в каком-то виде, в том, в котором их устраивают. Что вы думаете? Столько награбив, наворовать? Они рассчитывают править дальше вот этой огромной страной? Нет, конечно. Оно им не нужно. Им нужно какое-то количество рабов, которых не уже есть. Который приходит на Лужники. И там, значит, за 500 рублей улюлюкает. И как бы против своей воли, фактически, они награждают его аплодисментами. Потому что на них смотрят их руководители. И даже ребенка вытащили, если помните, не станут фрагмент ставить. Который поблагодарил там дядю военнослужащего, спасшего их с Мариуполя. И ребенок нехотя так обнял. Очевидно, что его натаскивали. Все это театрализовано. И забыл даже текст. Текст, которому его и учили. Ну, все бы ничего, но здесь есть состав уголовного преступления. Вы же любите? А вот давайте Путина привлекем по той стадии. А давайте по этой. Пока он вас будет привлекать. И иметь будет вас, если будете молчать. Но в данном случае, в угоду вам скажу, что да, есть состав преступления. Вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних. То есть, эта банда приобщила к своей преступной деятельности ребенка. И ни одного там. Ну, одним словом, что говорить. Все нужно видеть. Как вас посылают умирать. В каких условиях они там лежат. Ну, это еще вот кадры. Здесь вы посмотрите. Райские условия. Просто на полу. Без матрасов. Без одеял. И что? А в поле, где они валяются при минусовой температуре, минус 15. Как они там погрязли в окопах, где подтаивает. И по колено вода. Они не могут уйти оттуда. Им стреляют в спину. Вашим детям. Посмотрите слезы. Слезы этих детей. Слезы матерей, жен, которые молчат. Которые молчат фактически. Со слезами вот отправляются, соглашаются. Да, проходят какие-то массовые мероприятия. Но я бы не назвал их массовыми. Потому что удается их подавлять. Ну, представляете, если бы в городе вышло бы, допустим, 100-200 тысяч человек. Где бы были эти росгвардейцы? А сегодня он пинает по голове. По голове, ногой молодого парня. Скручивают, тащат и избивают. Это концлагерь. И будет еще хуже. Неужели вы этого не понимаете? Ну, что нужно сказать? Что нужно показать, чтобы вы поняли? Почему вы думаете, что это крайняя точка? И каждый раз, кстати, вот ужасная черта у наших россиян. Им кажется, ну, все-все, дальше хуже не будет. Ну, все-все, дальше хуже не будет. А с каждым днем, даже не недели, а месяцы, все хуже, хуже, хуже. И ведь приходят в дом каждому. Ну, вот до меня еще сказали, там, пришли сегодня за коммунистом, завтра там за евреем, послезавтра и за социалистом. Какая разница им? Вот среди тех, кто получал повестки, и отец многодетный, и люди, которые в армии не служили, представления не имеют, что такое. И ребята 20-летние, потом они распластавшиеся, лежат на поле боя. Их там доедают, то свиньи, то собаки. Кого подобрали, посчастливилось. В рефрижераторах месяцами лежат. И никто не хочет их оттуда забирать. Да и возможности такой нет. У вас даже не будет, так сказать, случая попрощаться со своими родными и близкими. Поэтому вы не просто смотрите сюжеты, вы приходите к определенному выводу.